Всем огромный привет, дорогие друзья! На сегодня с вами видео из рубрики Истории жизни про отношения, про РСП, про психологию отношений, про сайты знакомств, про все про это. Кому интересен данный контент, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также напоминаю, чтобы вы заглядывали в плейлисты Истории жизни, чтобы посмотреть предыдущие реальные истории жизни. Можете писать свои истории в комментариях либо в разделе о канале, есть ссылка на мою соцсеть, чтобы это было совершенно анонимно. Многие пишут именно туда, потому что не хотят, чтобы другие читали вот эти вот комментарии, даже по нику могли определить, кто это. Все происходит анонимно. Также напоминаю о том, что канал у меня влоговый. Кому интересна данная тематика, можете смотреть влоги, где я дозированно показываю свою жизнь мужа, детей. То есть такая тематика тоже есть на канале. Ну а сейчас, собственно, переходим к истории. Эту историю рассказала мне женщина. Значит, ну про отношения с женатым мужчиной и к чему это все привело, к чему дело закончилось. Или не закончилось? Нет, ну, наверное, я думаю, все-таки закончилось. Так вот, ей 32 года. На данный момент с 24 лет, то есть получается целых 8 лет у нее были отношения с женатым мужчиной. Но он старше ее, ну, не критично, скажем так, но на 12 лет. То есть сейчас ей 32, ему 44. Вот такой вот возраст. Она говорит, что я его люблю. То есть это вообще не про деньги история. Нет, он ее никогда не содержал. Она работает. Он, да, помог ей, правда, продвинуться по карьерной лестнице. Говорит, он меня очень многому научил. Просто, ну, большое ему огромное за это спасибо. То есть если бы не он, я бы, я так поняла, в профессии ее многому научила. И, конечно же, помог ей устроиться на хорошее место на работе. Все. Не про какие деньги. Речь никогда не стояла. Никогда она ее не содержала. Никогда она этого от него не хотела. Она говорит, я люблю его. Да, вот так случилось. Мы, говорит, работаем в одной сфере. Вот отсюда у нас и отношения. То есть не то, чтобы со всем вместе, но в одной сфере. Мы постоянно видимся, постоянно пересекаемся. Он мне помог вот именно продвинуться по работе. И все эти годы, говорит, я ждала его, что он разведется со своей женой, мы поженимся, будем жить долго и счастливо. Ну, классика жанра просто. Он говорит, он обещал мне развестись. Просто у него сын, как бы он хотел, чтобы сын стал взрослым, стал на ноги, совершеннолетним там. И, как бы, говорит, после этого, да, я разведусь. Говорит, ну, сына бросить я не могу. Сын должен расти в полной семье. Она говорит, я прекрасно вошла в эту ситуацию. Я прекрасно понимаю, что да, сын должен расти в полной семье. Я ждала, говорит, все эти годы. Ждала, надеялась и верила. Я была полностью уверена, что сын вырастет, и мы будем вместе, как говорится. Я довольствовалась тем, что мы встречались вот раз в неделю, там, на три часа или там на полдня, что-то такое. И проводили это время вместе, говорит. Конечно, мне этого не хватало. Конечно же, я хотела большего. Это мой близкий человек, мой любимый мужчина, говорит. Ну, а что мне оставалось? Вот знаете, я так вот это все послушала, и я не понимаю, как можно было 8 лет своей жизни просто, ну, не знаю, слить куда-то, да, вот слить просто. 8 лет с 24 до 32, это же самое такое, вот самый сок, как говорится, да, и потратить на любовь к женатому мужчине, к чужому мужу, который дурит голову, по сути, да, но что вот эта байка, сын вырастет, и мы будем вместе. Ну, говорит, он помог мне, да, он помог мне в плане, там, работы, и все, ну, хотя бы за это большое ему спасибо. И говорит, в какой-то момент мне так вот это надоело, вот именно в 32 года, когда исполнилось, а вдруг поняла, что ничего у нас вместе не будет. Сын закончил школу и уже поступил в институт, все, он уже студент у него, как бы, да, совершенно летний студент, ну, сколько можно, то есть пора уже, пора предпринимать какие-то действия, какие-то шаги. На самом деле, я так понимаю, что этот женатый мужчина не собирался уходить от жены, потому что, если бы он любил эту женщину, которая рассказывает эту историю, он давно бы уже совершил какой-то поступок, он давно бы уже ушел от жены, создал новую семью. Поэтому, ну, это не любовь, это просто его зона комфорта. Ну, может быть, да, он тоже привык на его, в отличие от этой женщины, все устраивает. Она говорит, ну, мне хочется вообще узнать, что такое быть замужней женщиной, что такое жить в семье, как бы, да, что такое вот готовить мужу еду, как бы, ну, вот все эти прелести семейной жизни, быт, я хочу этой бытовухи, ну, как так, у всех есть, говорит, а у меня нет. И когда вот он начал снова дурить иголу по поводу того, что сын закончил школу, поступил на институт, что уже можно, я, говорит, я поняла, что все, я больше просто этого не вынесу. И я, говорит, уволилась. Я уволилась и нашла себе другую работу. То есть мы перестали с ним пересекаться по работе. Все, казалось бы, да, я поняла, что я буду начинать новую жизнь и что между нами все закончила. Я ему об этом честно сказала. Сказать, что он обалдел, это не сказать ничего. У него была такая реакция, как будто он просто не ожидал, он привык, что я такая вот, ну, жду его, я всегда удобна, я всегда готова с ним встретиться, я всегда свободна, нормально устроился, конечно, да. И все, ну, я поняла, что так больше не могу, значит, поменяла работу, переехала, все, и как бы он такой, ну, сказал, что между нами все кончено. Говорит, проходит какое-то время, он появляется снова на пороге моей квартиры. Говорит, ну, мы встречались всегда у меня. То есть ему даже не приходилось снимать квартиру для встречи. Она говорит, я живу одна, у меня своя квартира, как бы, да, вообще вопросов нет. Он приехал, говорит, все, я точно ухожу от жены, потому что вот это расставание вынужденное, без тебя, я поняла, я без тебя жить не могу. Говорит, я тебя люблю, я хочу быть с тобой. Она говорит, ну, я вроде бы уже честно с ним простилась, распрощалась, и для меня это было, как бы, ну, неожиданно. Говорит, я не ожидала, действительно. Прошло уже какой-то период времени, ну, сказать честно, я обрадовался, она говорит. Ну, я поняла, что да, может быть, действительно, все еще можно вернуть, что он понял, что без меня не может. Они провели вместе время. Он купил ей путевки, говорит, возьми на новой работе, там, за свой счет или отпуск, одну недельку, мы смотаемся на море. Она говорит, у нас не было никогда за 10 лет, вот, за 8 лет, да, совместного, так сказать, пребывания, говорит, такого не было никогда. И, конечно, я обалдела от такого подхода, говорит, да, я уладила все эти вопросы на работе, и мы неделю провели на море. Это было, ну, просто великолепно, просто прекрасно, как он там вырвался от жены, ну, тут уже, в принципе, неважно, тоже что-то там наплел. Говорит, в общем, неделю они были на море, и все замечательно, все хорошо. Потом, говорит, мы приехали назад, я пошла там на работу, все, как бы, ну, снова начались у них вот эти вот отношения. Ну, опять туда-сюда, он говорит, ну, сейчас, вот-вот-вот-вот-вот-вот, и от жены пока что еще все-таки не уходил, как бы, да, получается. Она говорит, я поняла, что он просто хочет вернуть меня назад в тот же статус любовницы, что и было до этого. То есть он не собирается ничего менять. И тут она говорит, я обратила внимание на коллегу по работе. Хороший мужчина, как бы, ровесник, ну, может, там, на пару лет старше, чем я, свободный, холостой, и у нас завязалась дружба, говорит. Нет, не отношения, просто дружба. Он стал меня провожать с работы, мы стали вместе куда-то ходить, там, как бы, парк, гулять, разговаривать, у нас, ну, много общего, вместе работаем, как бы. Я поняла, что я влюбилась. Говорит, да, я влюбилась, я устала от тех отношений, я поняла, что там ничего не будет. Я влюбилась, я так сильно захотела замуж, я так сильно захотела какого-то вот семейного очага своего собственного, никогда этого не было. Вот. Но не все так гладко, не все так гладко, как вы понимаете, поездка на море совместно не прошла даром. Она говорит, я в какой-то момент поняла, что я беременна. С этим новым кавалером, коллегой по работе, говорит, у нас ничего не было, вообще ничего. То есть мы один раз поцеловались, и все. То есть она беременна от своего женатого любовника. Она говорит, ну, это был шок. Говорит, для меня это был шок, это, естественно, беременность вообще такая случайная, она мне ненужная. И, говорит, сразу я приняла решение сделать аборт, да, то есть прервать эту нежелательную беременность. И как бы уже она там куда-то записалась, куда-то пошла, ну, и потом говорит, что-то такое вот во мне ёкнула, шевельнулась там, или поговорила она с кем-то там, ну, не без этого, конечно, с приятельницей какой-то, и что-то, говорит, подумала, мне же 32 года, и как бы это моя первая беременность. И, ну, поняла, да, то есть и вправили мозги, что не надо ни в коем случае прерывать первую беременность, учитывая возраст, что все-таки уже 32 года. Беременность первая, кстати, это вот для девочек, которые не рожали, может, тоже вдруг послушают, и действительно первую беременность нельзя прерывать. Я столько таких случаев знаю, что потом женщины на всю жизнь оставались бесплодными, потому что когда-то они прервали вот эту вот первую беременность. Я даже, к слову, расскажу одну историю. Сдала одну такую женщину, она была замужем, замужем, забеременела от мужа. Ну, там сессия у неё была, училась она, или 20 ей было. И мама сказала, слушай, ну, прерывай ты эту беременность, там ещё забеременеешь, куда тебе, у тебя сессия, институт, все дела, беременна от мужа, хорошая семья. Она послушала свою непутёвую маму, прервала эту беременность, институт закончила, вопросов нет, но стала после этого бесплодной. И вот она уже ей за 40, даже ближе к 50, и она мучается всю жизнь, и вот, ну, как бы, и с мужем развелась из-за этого, и всё, но бесплодной оказалась, да, потому что когда-то послушала маму и прервала нежелательную беременность, хотя беременна была даже от мужа, непонятно там, ну, от кого, там всякие же бывают ситуации. То есть, к слову, и вот героиня моей вот этой вот истории, молодец, она всё-таки что-то там, или внутренний голос, или там какая-то подруга ей сказала, что-то такое бы, она оставила эту беременность, потому что нельзя прерывать первую беременность. Тем более, да неважно вас в каком возрасте, 32 ей года, той там было 20 лет, неважно. Это абсолютно верное решение, как говорится. Дело тут не в элементах, сейчас многие могут сказать. Нет, слушайте дальше, вот слушайте дальше, прежде чем написать про элементы. И у неё начали завязывались отношения с этим молодым коллегой по работе. К тому женатому она снова сказала, ну всё, оставь меня в покое, просто оставь меня в покое. Но не может он уйти от жены, я говорю, если бы он хотел уйти, он бы давно ушёл. В общем, она говорит, я не буду делать из себя какую-то нехорошую там женщину, я честный человек, как бы, да, я с ним поговорила, я сказала, что да, я тоже там испытываю к тебе чувства. Они друг к другу эмоционально привязались. И он говорит, я хочу там, чтобы у нас начинались отношения, как бы, да, вот такой хороший тоже мужчина я попался. Она ему честно по всём рассказала, что да, у меня были отношения до тебя, да, это был женатый мужчина. Много лет я потратила на него, говорит, и ну, да, я беременна, вот так получилось, что я от него беременна. Она говорит, он сначала замолчал, там подумал, как бы, не сразу выдал мне то, что выдал, но сказал, послушай, говорит, я понимаю всё. Говорит, но я встретил человека, то есть тебя, я хочу быть с тобой, и мне не важно, что ты беременна там от кого-то. Ну, понятно, что не то, что не важно, я бы не хотел, конечно, чтобы это произошло, но раз это уже есть, я готов принять тебя с этим ребёнком. Тем более, как бы, ну, это ещё только беременность, он родится, он не будет знать, кто его папа. Говорит, у меня к тебе только одно предложение, что давай не будем говорить этому твоему женатому любовнику, что ты от него беременна. Она говорит, я с радостью согласилась на это. Да, она говорит, не надо нам от него ни алиментов, ни денег, ничего, просто всё, поставь крест здесь, поставь точку в этой истории, и всё. Она говорит, я такая счастливая сейчас, да, он принял меня с моей беременности. У нас начинается, ну, уже отношения, мы вместе, и как бы, даже предложил ей, вроде как, руку и сердце, представляете? Ну, это действительно благородный такой поступок, как бы, да, и они вместе приняли решение ничего не говорить этому женатому любовнику, что она беременна от него, и что будет ребёнок. Потом он узнает, конечно, там, ну, узнает, каким-то образом, может быть, работают они всё-таки в одной сфере, она ушла из того места, где они работали вместе, но сфера осталась одна. Он узнает, да, я беременна от своего нового мужчины, мы поженились, и живём долго и счастливо. никаких элементов мне от него не надо, ничего не надо, я хочу, чтобы этот человек навсегда исчез из моей жизни и оставил меня в покое. Пусть он живёт счастливо со своей женой, с кем хочет, меня это уже не касается, не интересует. Я хочу проживать собственную жизнь. Ну, вот я хочу сказать, что героиня этой истории молодец, и это так здорово, что ей в жизни попался вот такой человек, да, который вот, принял её беременную, это, ну, ну, потому что они познакомились на работе, потому что они успели эмоционально друг к другу привыкнуть, привязаться, и как бы я так поняла, что он тоже, ну, уже там за 30 ему лет, как бы, да, ну, повидал что-то в этой жизни и встретил своего человека и не хочет её отпускать. И правильно они приняли решение ничего не говорить этому женатому, не надо от него ни элементов, ничего, будут жить собственной жизнью. А ребёнок будут называть папой вот этого человека, она, вообще честно, ему рассказала. Вот такая вот история. И, кстати, знаете, вот не путайте, у меня на канале есть история про РСП и про оленя, да, я вот давно рассказывала, эта история набрала у меня 46 тысяч просмотров, сейчас продолжают люди написывать, когда бывший муж принял свою бывшую жену, беременной от другого, он тоже знает, ну, знал, что она беременна от другого, всё, но там другая история. Она развелась со своим мужем, ушла к другому, более, как вы говорите, ресурсному оленю, тот её опрокинул, кинул, она пришла к этому бывшему мужу, побитая с животом, он её принял назад. Это другое, это типичный олень, тут вопросов нет, но там целая история с нюансами, возможно, вставки, а эта история другая, как бы, ну, честная такая, вот просто вот так вот получилось по жизни, поэтому никаких алиментов здесь, никаких оленей, и в принципе получается, что она и не РСП вовсе, да? В общем, пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу вот этой вот истории, ну, как по мне, вообще классная такая история, хорошая, жизненная. Пишите свои комментарии, пишите свои истории на тему РСП, психологии отношений, сайтов знакомств, про любовь, про всё про это, отношения между мужчиной и женщиной. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, заглядывайте в плейлисты истории жизни, чтобы посмотреть предыдущие видео. Всем огромное спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!